Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня беспокоит то, что одновременно я хочу отношений, но в то же время не хочу. Хочу любви, ласки, заботы, но как только отношения начинают, я сразу чувствую, что человек меня напрягает. Я устаю от партнера, от его внимания чувствую, что у них силы поддержать общение. Я не понимаю, с чем это связано и как прекратить это ощущать. Ну, здесь, кстати, следующее, что все время связано в этом смысле. И ваше напряжение и усталость человека как раз таки связано с вашей потребностью в любви и ласки. Вы понимаете, какая штука? То есть, потребность в любви и ласки у вас берется, не берется ниоткуда. Потребность в любви и ласки возникает из-за определенного внутреннего конфликта, который у вас есть, из-за определенных психологических проблем, которые у вас имеют вместо быть. Вот, и, соответственно, первое, на что я бы обратил ваше внимание, это на, вот, хотя бы, по вашему мнению, да, природу того, как обычно, что вы хотите любви и ласки, то есть, ну, каким образом вы к этому приходите. Вот, обоих ли вы себя чувствуете в том, что, 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 ну, есть достаточно, ну, серьезный риск, с того, что, приходя в отношения, ну, с определенной потребностью, да, вот, вы, как бы, можете, ну, во-первых, сфрустрировать, вот, вы можете испытывать постоянное разочарование, вот, это с одной стороны. С другой стороны, вы таким образом не позволяете сами себе воспринимать человека таким, как он есть, потому что этому мешает, эм, ваше желание, вот. То есть, вы, получается, приходите в отношения для того, чтобы реализовать свои потребности. Но, как бы, человек может удовлетворять их по-своему, это во-первых, а может вообще не удовлетворять их, может удовлетворять частично. И, соответственно, если у вас нет никаких альтернатив для, вот, для, ну, вот, реализации своих желаний, которые вполне нормальные и естественные, то вы становитесь зависимыми. И вполне возможно, что ваша психика, эм, как бы, понимает и знает, что вы можете быть зависимым. И защищает вас от отношений, таким образом. Вот. Следующий важный момент, да, это личные границы. То есть, чтобы комфортно взаимодействовать с человеком, необходимые личные границы. То есть, всё-таки, эм, всё-таки такое замечание, чёткое определение, где я, где другой человек, где мои, как бы, потребности и где, эм, потребности другого человека. Где моя ответственность, где ответственность другого человека. Если этого нет, а в силу того, что вам хочется любви, любви, ласки и заботы, этого нет, то вот тоже есть проблемы. Да? Вот. Поэтому, эм, ключевой момент заключается в том, чтобы проследовать по пути вашей потребности ласки, заботы и любви. Ну, например, если вы хотите любви, любви, то получается, что вы хотите, чтобы вас принимали. Желание, чтобы вас принимали, связано с тем, что вы не принимаете себя. Ну, или что-то не принимаете в себе, скорее всего, скорее всего. Вот, вот, в этом направлении вам и нужно, как мне кажется, двигаться. Вот. Это, в общем, ну, в общем и целом, это неплохой такой запрос на психотерапию. Вот. Поэтому, обращайтесь, эм, за, э, помощью. Вот. Мы вам, поможем, вот, во всем разобраться, и отношения выстраивать тоже. Да, еще может в качестве ворной, в качестве ворной довольно полезным быть момент, чем вас напрягает другой человек и от чего вы встаете, ну, то есть вот конкретно, да, вот конкретно, чем напрягает, от чего встает. Об этом подумайте и с этим уже приходите к психологу на индивидуальную работу, с этого и начнется как бы ваше изменение. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.